Это один из последних опубликованных в интернете мультфильмов, который подвергся цензуре китайских властей. Он вышел накануне китайского Нового года, Года кролика, и осветил текущие социальные проблемы в стране. При диктаторском правлении, когда общественность не может выражать свое мнение публично, им не остается ничего другого, кроме как использовать различные способы сатиры, шутки и другие методы, чтобы выразить свои гнев и осуждение. В начале мультфильма маленькие кролики погибают, выпив бутылку молока. Затем землеройные машины начинают сносить домики, а рабочие стоят, наблюдая за тем, как другой кролик поджигает себя в знак протеста. После этого еще одного кролика бросают под колеса встречного грузовика. Все три описанные ситуации основаны на реальных событиях, произошедших в Китае в прошлом году. Это скандал с отравленным меламином молоком, насильственное выселение и снос домов, а также произошедший перед Новым годом инцидент, когда активист был раздавлен грузовиком. В мультфильме кролики восстают и нападают на тигров, которые их угнетали. После этого в кроличьем мире восстанавливается гармония. «Думаю, этот мультфильм – протест с помощью искусства, что является очень остроумным. Пользователям интернета это нравится, поскольку мультфильм отражает социальные проблемы и выражает чувства и гнев людей по отношению к этим проблемам». Как сообщает радио «Свободная Азия», с китайских веб-сайтов мультфильм «Сенсацию» уже удалили. При этом многие пользователи сети считают, что цензура видеоположения не исправит. «Удаление фильма и блокирование информации не принесёт результата. У меня на сердце было очень тяжело после просмотра этого мультфильма. Это реальная картина в Китае. Мультфильм просто собрал все проблемы в одном месте». За последние годы китайские пользователи интернета придумывали различные способы, чтобы выразить свой протест против правящего режима. Среди них даже песни про высокомерных детей китайских чиновников.